интересная тема и вы меня лично спрашиваете и в комментариях и в личных сообщениях по поводу ответственности за отсутствие автокресла за перевоз ребенка автомобилем без автокресла для начала хотелось бы сказать вам такую вот вещь интересную чтобы потом не возвращаться и чтобы весь дальнейший разговор наш проходил как раз таки с пониманием одного интересного принципа принцип этот называется правовой определенности если коротко то означает он то что любая норма должна быть однозначная понятная и не иметь недомолвок недосказанности либо толковаться как-то двояко либо еще каким-то таким образом уяснили запомнили теперь давайте по сути если открыть сам закон то мы увидим что в нем написано коротко порушение права и перевязание детей то есть нарушение правил перевозки детей и вот тут вот самое интересное и начинается потому что нет у нас как таковых правил перевозки детей если мы откроем правила дорожного движения то мы там увидим несколько норм которые касаются перевозки детей которые касаются перевозки организованных групп детей там и вопросы связанные со скоростью за за городом и вопросы связанные с включением ближнего светофар с перевозом детей на велосипеде то есть там 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 по всем правилам движения правилам дорожного движения есть некие нормы которые касаются вот перевозки детей вот таких вот чтобы сказать чтобы это были правила на перевозки детей я бы понимал если бы правила перевозки детей были бы отдельным разделом в правилах дорожного движения это было бы нормально но вот так вот сказать четко и понятно что у нас есть правило перевозки детей то нет тем более если мы откроем пояснительную записку к данному законопроекту мы увидим что наши вот народные депутаты эти новые вообще имели ввиду только лишь одно имели они ввиду пункт 21.11 пдд там где установлены некие запреты и вот ссылаясь на под пункт б пункта 21.11 не в общем-то и пропихнули данный законопроект который в итоге уже является законом о чем говорит нам этот под пункт б он нам говорит о том что запрещено перевозить детей которые ростом менее 145 сантиметров или не достигли 12-летнего возраста в транспортных средствах которые оснащены ремнями безопасности без использования специальных средств которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью вот этих вот ремней безопасности сразу же возникает тогда вопрос еще дальше передбаченных если они предусмотрены конструкцией данного транспортного средства возникает вопрос а если конструкция транспортного средства не предусмотренные ремни безопасность как тогда не понятно из И самое большее, что непонятно, ладно, с этими ремнями сейчас, наверное, уже практически не найдешь таких транспортных средств, пусть. Давайте это опустим. Без использования специальных средств, как указано. Вот они там в пояснительной записке пишут про автокресло, а здесь у нас указано об использовании специальных средств. Взять и провести просто параллель между одним и другим, ну, не совсем правильно, да, вот вспоминаем, в принципе, правовой определенности. Я специально даже залез в терминологию, вот официально на сайте Верховной Рады есть терминология. То есть туда сведены все термины, которые законодатель определил. И вот там вообще нет специальных средств. Есть там несколько специальных платежных средств, там еще какое-то специальное средство, но вот такого нету, как специальные средства. Ну, не знаю, с таким же успехом можно под специальными средствами подразумевать наручники, да, либо газовый баллончик, ну, как бы дубинку резиновую. То есть, что, о чем, о чем норма, непонятно. И поэтому вот тут как раз таки нарушается этот принцип правовой определенности, потому что как применять эту норму, не совсем ясно. Как будут применять эту норму полицейские, ясно абсолютно. Нет кресла, получи штраф. Но когда человек пойдет с этим постановлением в суд, в суде он скажет, где указано, что я должен использовать. Где указано, что должен я использовать автокресло. Нигде не указано. Указано про какие-то специальные средства. Является ли автокресло специальным средством? Неизвестно, потому что законодатель этого не установил. Что еще интересно. Есть у нас там в Верховной Раде такой товарищ, Стефанчук его зовут, Руслан Алексеевич. Он первый зам главы Верховной Рады. Да, так вот получается его посада. Ну и народный депутат, соответственно. Вот если посмотреть его биографию, то он там изучал все, что только можно. И преподавал, и развивал национальное законодательство. Там ну вот столько, по-моему, вот такое знание, вот столько просто. А, чуть поменьше, да? Ну ладно, это так, шутки шутками. Вот мне интересно, сам Стефанчук, когда читал этот законопроект, ему, как бы, как такому действительно серьезному юристу, ну ничего его не смущало, не смутило. Ну вот непонятно. Окей, если уже совсем по-честному подойти к этому вопросу, то не должны законодатели, ну как бы, выдумывать именно правила перевозки детей. Но если мы откроем закон, который они приняли, там указано, что вот внести такие изменения, и закон, набирая законную ссылку, да, там, на следующий день после его опубликования. И все. Но если нет правил перевозки детей, то в таком случае необходимо было бы, наверное, написать по-другому. Необходимо было еще отдельным пунктом, даже там еще несколько пунктов нужно было внести. Например, указать, что в кабинеты министров внести соответствующие изменения, правила дорожного движения, и четко предусмотреть и расписать по поводу правил перевозки детей. Но этого не сделано. И получается то, что приняли норму, которая с точки зрения принципа правовой определенности работать не будет.